Субтитры делал DimaTorzok Вышел и пришел Видимо это какая-то сетка Флеммингс Соседняя Флеммингс Вон написано здесь Бомбис Метрополь Заселили быстро меня Хотя еще по идее Еще полчаса ждать А то ладно Обычно отель нечего такого Нет справа Ну номер явно одноместный Потому что вдвоем на другой кровати Не вариант Пошел я погулять Здесь вроде как финансовая столица считается Около вокзала В общем то что люди пишут отзывы Это все правда Там ванище стоит Там боссума Мочу и воняет И это около вокзала Что еще там И эти ребята Скажем так не совсем белые Сидят курить Травку Короче Такой антуражик если честно О Лакивбанк Привет из Турции Привет из Турции Хотя вроде чисто Насчет такое переопечатление не очень Но вроде тоже прикольно Надо разгуляться Смотреть побольше А может кстати не так все плохо Так кофе Он здесь зашел Попил Отогрелся Прикольно Есть тоже какой-то уют в этом Аааа Прикольно На самом деле прикольно Чем-то Нью-Йорк напоминает Ааа Короче да переложками Ааа Прачечные вещи постирать Для террорен Неблагополучный конечно У вокзала Везде полицейские И там неграмотные Не знаю кто там еще Вот как бы сворачиваешь На какие-то другие Там прикольно Атмосферно Так интересно У меня как-то не все такие Геи 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 пропаганды Просто задолбали Вот Ну да все это делается понятно Ладно Ну вот Эти переулочки Не очень прям Какая помойка Ааа Какие-то деловые Праспекты Улица Они конечно Интересные Такой Какой-то микс 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 Полицейские какую-то машину Из Эстонии остановили И Здесь все дезурят Тоже полицейские Смотрят что бы вот Все Ну какое-то такое Неблагополучное место В Кёльне такого В Кёльне я такого не видел Но Здесь конечно Антуражик такой Я как бы очень брезглив К этому всему отношусь Он слышно орет Человек что-то идет Какие-то непонятные бары Там Иракической направленности В общем Харьин знает Какие-то невдупленные еще люди Некоторые Убитые просто Нахрен Ладно Надо по изучать Куда-то вообще ходит Я даже рядом с вокзалом становился Потому что мне надо дальше Их там по рабочим делам В общем В вокзале лучше не останавливаться Брать токсику И не ехать на другую точку Наверное Я так По крайней мере пишу Люди ползом Здесь отведешь везде Мочей воняет Ну и кстати вот Что это такое? Ну ладно Банхоф Прикольный, красивый Надо по ближе подойти Я кстати вот этот отель По-моему тоже рассматривал Здесь какие-то номера Для гномов Я не знаю Ну это реально Живобство Такие номера маленькие делать Не знаю что Здесь там какие-то очень злочные места Какие-то очень злочные Шоу-центр Здесь что-то Какая-то тема интимая Непонятная Оп-дадак Точно Ярослава понравится Человек-паук Ну Это не для детей Квартал Явно Ребята Не для детей Да Ярослав смотри Человек-паук лезет По стене Прикинь Прикинь Тебе дали маме телефон Я ей покажу А ты отойди Да Квартал такой Эротический Какой-то направленность Специально Специально Я снимаю Чтобы никто Не вотошел Не сказал что это запрещено Я узнает Не говорю В Стокгольме Подходили Чего-то Чего-то домотались Куда Молин Роуш Какие-то отели Такие непонятные Окей Давай Я бы сейчас плохо вестись Залевал Что-то у тебя телевизор Вот такого Как Майн Майн Где-то я читал Майн-пицца Майнхэттен Они сами себя называют Майнхэттен Неправильно сформулировал В общем Такой есть район Как в Нью-Йорке Манхэттен они по аналогии с манхэттеном и потому что город француз на майне рекламой майнхэттен я не вижу это прямо это место возможно и она из меня хрена экскурсово знаю короче мой совет приехали на вокзал если сразу на хрена с вокзала выезжайте это будет такое же впечатление как у меня то есть она не может не совсем верно и может быть горки не такой как мне поначалу показался я завтра еще сюда обязательно приду я вот дошел бы смотреть на значок евро какая-то там умная предыстория была почему что здесь вообще происходит это финансовая такая центральная часть европы не просто города но германии точно как минимум германии да вот здесь вот реально уже интересный диск чувствуется чувствуется дух города здесь меня нравится приду она нравится значит окей я уже отойду когда светло будет классно еще знаете какое впечатление такого очень колоритного города здесь это можно идти на миланском ресторан ресторан персион кухня иранская не знаю какая это персидская не знаю любое в общем любой только не немецкий такой разношерстный колоритный город очень очень-очень здесь такие вот несколько культур вот тут всех кто сюда приехал они все это вот сюда с собой привезли ну тайская еда тайская средиземноморская меркес турецкая наверное там тоже средиземноморская медитерейная в общем какая угодно только не немецкая какая немецкая еще немножко радует как часто где-то бывает это много русской речи ну мне тоже прям очень много нох хватает встречаю даже русскоязычных вот видите такой дизайн незамысловатый явно не немецкий вот йог-йог-сити киоск йог это нет по-турецки да вы знаете я вот гуляю по не знаю что это за улицей что это за штрассы но определенно надо от вокзала сразу убегать и намного более приятное впечатление кстати с другой стороны ходил сегодня есть такое впечатление у меня ощущения наверное я наверное очень надеюсь меня тут не ограбят не ограбят иногда такое ощущение возникает такого не было сто процентов горлин я такого не помню если честно я тоже там прям около вокзала жил здесь как-то так неоднозначно да 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 есть такое легкое ощущение в Манхэттене есть нет ничего с такой энергетики как там нет такого хотя бомжей нет если то хорошо то есть вот вот там значок евро с той стороны там подходил на улице на улице на улице на улице 10 ну короче не лето там чувак на кабриолете ездит серьезно у меня уши мерзнут пальцы он был кроссовчиком коммерс банк все еще строят новые домишки оп трясется все равно не трясется не знаю буду я еще тут или нет если нет то нет сниму сейчас я скажу честно я пробовал эту косметику покупал я не могу себе прям вахнул что она чем-то лучше чем более дешевая там американская масс-маркет ну она просто чуть крутое конечно но не так что прям ах и вау не знаю как показать чтобы не было этих бетонных блоков видно это кёте хаус сейчас поближе подойду это не отель это дом городился или поэт кто он не кёте я ошибся нет на фига подобного карта показывает что где-то там дом не знаю дойти не дойти покажу карусельку и идет монтаж подготовка к праздникам целый месяц будет идти ярмарка все такое миленькое прикольно 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 я не один такой направление все-таки было верное дом и дом надо просто музей, вот там Геррехаус дальше все, идем по стрелке честно сказать не понимаю что мы уже прошли, тут музей есть собственно дом где он родился прошу прощения непонятное дело закрыто время до 8 часов по местному пришел опять этот знак евро я пришел в этот ресторан и я очень не зря шел, потому что я такими кругами тут наворачивал хотя можно было по прямой гораздо быстрее дойти но решил пройти смело, чтобы немножко заценить что тут есть первые впечатления такие самые яркие, в Кёльне то я был, здесь нет, здесь видно сразу город более масштабный хоть бы было место почему здесь нет, это такой маленький вообще запуток есть честно любой тюрьму или большая ера наверное больше места я удивился, здесь рейтинг был один из самых высоких среди этих пивных немецких ресторанов честно я не понимаю почему такой рейтинг высокий наверное конечно хорошее место, вкусное, но какой-то маленький такой там с рейтингом не до места там два человека сядет уже все до свидания в общем по итогу пришел я в сушу бар, потому что здесь есть место на цене здесь конечно вот такой хотя фиг знает, сейчас сравним, смотри сейчас посмотрим, что он приготовит ну вот такую кучу мне тут навалили все, ем в общем то доход фиг знает, что он Нашел вот какое-то такое семейное что-ли предприятие, такой маленький ресторанчик, маленький по цене там 20 евро вышел, взял шницель, суп и безалкогольное пиво. Но я не об этом. Значит, немножко привыкаю, где находится, осваиваюсь, буду вдупляться, куда-то вообще ходить, где не ходить. Убер, хочу сказать про Убер. Если водитель подъехал, а тебя нету, он там чуть ли не в эту же минуту там отменяет заказ и до свидания, ну сколько раз такое у меня было, по крайней мере. А если ты ищешь, стой, жди там мёртвание 10 минут, там сколько надо. То есть вот я сейчас стою, жду, машина ищет, ищется, она даже еще не едет. Ну, кстати, вот фильм-то интересный. В Кёльне поспокойнее водят. На улице вообще бак дикий, я не знаю, столько холода, 3 минуты простояло, наверное, на улице 2 или переялся, чтобы смотреть. Некоторые люди идут вообще раздеты, кто-то он пивку хуярит, как жиган. Они какие-то crazy. Я не понимаю, когда только мороз может еще идти пить холодное пиво. Ой, знакомая история. Это именно как у нас в Питере, в Москве, наверное, так же. Теплые перекрестки вылезают и стоят. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Правда, эти, которые должны начать движение, они как бы не обсираются, не начать его объезжать. И совсем жопа. А вот они что-то пока закончат. Короче, вы поняли. Доехал до торгового центра. Галерея называется, как в Питере прям. Все эти строители торговых центров не очень оригинально привыблены названия. Народу просто пипец. Сегодня суббота. Я, наверное, с ней покупать ничего не буду, просто продумать и смотреть, что тут хоть и есть. Это вот этот большой, 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 большой квартал. Там все магазинчики, бутики. Здесь какая-то ярмарка рождественская готова. Вот сам магазин. Пойду гляну. Все миленько. Что-то новенькое. Интересно, где сделано. Что-то, кажется, английское и французское. Надо попробовать этот тест. Да, круто. Короче, на шопинг во Франкфурт смысл приехать есть, в отличие от Швеции или Финляндии. Такие вот новогодние подарочки. Можно купить, наверное, все сколько это стоит. Вон, например, такой шарик там. Где прайс, непонятно. Где-то здесь должен быть. Такая вот штука. Такая вот штука. Я теперь гуляю в этом кругом центре и для женщин очень интересные варианты для детей, как-то так не особо, для мужчин тоже. О, наконец-то я увидел. Честно, я не понимаю, почему у них в Европе такая проблема с туалетами. Я не понимаю, вот реально вот эту эту манию. Он, наверное, не очень платный. Я не знаю, что здесь нашел, вот здесь, типа, как галереи наши, вот, в Питере, и типа, как в ДЛТ, там, в Питере. Ну, есть много таких форматов стопмана, короче говоря. Траковых центров, я не понимаю, в чем проблема, почему они вот с туалетами так вот, у них вот видишь по улице, все обоссанное воняет. Потому что нигде нет туалета. Если ты пришел траковый центр, прикупить вещи, траковый центр большой, то есть он не зашел и ушел. Нету туалета. А если не есть, там платные. Какие-то платные, цивилизация обижается, нет? Это первый и единственный вот за все пройденное расстояние. Ну, не знаю, в любом ДЛТ, там, на каждом этаже есть и не один. Здесь какой-то, ну, короче, ну, мерзко, это, это стромный, стромный подход. Ну, да, туалеты, правда, платные, 50 центов. Очень красивые птички. Бля, я бы себе вкусно, где вези. Поднялся на самый верх, там какая-то смотровая площадка. Вот такой мартин я еще люблю. А, это без алкоголя. Непонятно. Такой в России не будет популярной явно. Вот такие киросики. Вот только где-то плавно. У меня тут песка холодная. Магазин Канадин Гуси посмотреть, что там по курткам. У меня есть, конечно, не очень дорогая. Гуглю себе. Это, блядь, холодно. Ветон. Блядь, вот объясните мне хоть кто-нибудь, ну, вот что стоять в этом хуне ветоне? Не понимаю, что там такое, блядь, там, бесплатно раздают, что ли? Вы все не уважаете, стоите. Да они должны стоять за вашими деньгами, а не наоборот. Что, блядь, в этой марке такого? Я не понимаю. Вот тут за 100 долларов он без очередей. Правда, если серьезно, у меня полный. Что, блядь, вот такого? Тут есть, чего нет в других брендах, которыми надо? Для меня это вообще не уважение, стоять в очереди. Люди двумбайонные стоят в очереди, там, здесь очередь огромная и исполняет. Что, блядь стоила туда? Розовый Бентли. Ну, Шанель тоже небольшая очередь. Город Пирана. А, это что-то такое мультибрандово, видимо. Детская... Прада. Ни хера, они не скромненькие, не экономненькие. Европейцы так заливают там всему миру о том, что надо меньше употреблять и так далее. Хера. Сами себя очень любят. Столько магазинов. Очень много, очень. Как Монта Наполеона прямо в Альтарии. Все по-взрослому. Мой совет, называйте выбор где-то минут за 30 до того, как вы реально собираетесь ехать, потому что это чучело принял заказ, было написано ждать 7 минут. Я уже, наверное, минут 15 жду, и он почти, хер знает, какой-то уехал, ждешь дольше, чем было заявлено. В общем, реально, вызывайте такси за полчаса. Ну, либо на местном ездить. На местном я еще не пробую. Что по стоимости? Да-да, ребятки, да-да, я в Маке заплатил за это всего 15 евро. Честно говоря, мы иногда... Честно говоря, мы зачастую романтизируем. Европа такая грязная местами, местами. Это как вот богатые и бедные. Здесь очень много бедных приезжих. Это не учебения, там, как-то правые. Просто констатирую факт, что я здесь увидел. Излишне романтизируем. Следующий день, следующее утро пошел погулять, немножко отошел от вокзала. Да, в общем, если дойти от вокзала, город очень уже чистый. Приятные впечатления оставляет. Но... То, что творится у вокзала, это просто дикость какая-то. Вот везде стройка. Ну, честное слово, как будто из Турции не уезжал. Везде донор или пицца. Донор, пицца, донор, пицца. Какой-то хочет нормальной еды. Тут, кстати, прям сразу рядом с ЖД вокзалом есть автобусная такая площадь. Площадь. Флексибастия сюда отходит. Мало ли кому пригодится. Сегодня воскресенье, рестораны не работают. Нормально. Для Германии, для Европы. Прикольное здание. Где людям-то ходить тогда? Непонятно. Там чувак сзади пробежал. В очках. Тут солнце не планируется. Все затянуто. Эта труба, конечно, очень важна. Интерьерное решение. Дизайнерское, точнее. Гениально. Но там будто собор. Надо бы до нее отдыхать что-то. Ну, кстати, не такие же идеальные дороги. Едут люди, они там бухают. Нормально тоже. По другую сторону набережной. Окзал там. Здесь такие музеи. Не знаю, что здесь. Ну, такие приятные домики. На улице где-то 4 градуса. Здесь очень много бегунов. Они в шортах. В Питере, когда я бегаю, все что ниже 14. Я одеваю штаны, потому что холодно. Здесь как-то вот эти 4 градуса, они не такие же жгучие, как в Питере. Что это за птица? Это утка такая интересная. Похоже. Какой дивавый, конечно, идет. Что у них там дымится-то? Надымили. Короче, я только когда вблизи подошел, я понял этот прикол. Это типа как Бруклинский мост в Нью-Йорке. То есть это якобы там Манхэттен. Манхэттен, такая мини-копия. Потому что Манхэттен он гигантский. Это прям действительно мини. И вот такой мини-мостик. Мини-бруклинский мост. Ясно. Нормальный, так, даже он трусы потерял, пока бегал. Не знаю, или убегал или что. Как вообще, блядь, можно потерять трусы, я не понимаю. Я дошел до какого-то супер лакшери места. Какая-нибудь гугл показывать. Ну что же, дорогое место. Ну да, совершенно дорого. Блин, вот это ничего необычного, но даже интересно. Не знаю, как они приклеили эти ветки, что ли, к стене. Какие-то ягодки, это очень интересно, живые. Ой, что это? Ну да, да, не пластиковое, а настоящее. В общем, да, определенно, еще раз повторюсь, приехали сразу куда-нибудь от вокзала подальше. Здесь вот все это миленькое, уютненькое, народу мало. Прикольно. Транвай. Сколько трамваев не поезжал мимо, я, честно говоря, не видел ни одного снаружи. Я смотрел, что там стоят автоматы по продаже. То есть, надо выяснять. Я здесь, честно, не планировал ездить. Вот. Поэтому, если вы соберетесь, изучите этот вопрос заранее. В Кельне точно прям. Здесь вдох и точно прям. В самом, внутри, в трамвае стояла автоматная продажа билетов. И компостов там же внутри, соответственно. И можно было прям за кэш или за карточку купить билет. Например, если надо там, где бегать, то есть вошел в трамвае и сразу же там купил. Это удобно. Здесь, по-моему, такого вот я пока не нашел ни в одном трамвае. Я так, посматриваю, что там мимо ездит. Вроде как нет. Не обнаружено. Ну, смотрите, чистенько, да, все. Миленько. Ну, вот я продолжаю идти. Идти, идти. Гулять. И, как видите, тихо, уютно. Вообще, народу нет. Чисто. И все такое, все... Весьма такое однотипное. Но прикольно. Мне лично нравится, да. Такой, видимо, какой-то живой, этот, спальный, в смысле, райончик. В общем-то, очередная, очередная улица, в общем-то, все то же самое. Знаете, местами каким-то таким... Интересно посмотреть, что внутри этих домов, но... местами немножко попахивает такими настолиным бабушками, знаете. Такое... 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 Аркетика какая-то, я такое чувствую, что здесь такое. А внутри что-то немножечко... Под... Ушатанное. А потом, наверное, этим пенсионерам, которые живут в таких вот домах. Им очень даже по кайфу в какую-нибудь Глорию приехать. Потому что они там такой же Насталин увидят. Балалайка. Реально. Жалко закрытое. Я уже зашел. Здесь, видимо, только один алкоголь. Блин, это какой-то я пиздец. Я, походу, вообще не поел. Место прикольное, красивое. Маленькое место, нет. На улице сидит холодно. Классно. Я все херешил пешком полторы километра. Да, какая-то проблема. Реально, покупка проблема. Причем, самое интересное, это вообще такой дикий отшиб. То есть, это как бы не центральное место. Да, ну, зашел внутри, да, конечно, красивое, прикольное. Но... Сидеть на улице не вариант. Зашел, конечно, какое-то место, так называется. Сейчас выйду, поснимаю. Здесь только, конечно... Ну, это дешево. Весело. Вот это. Пивнушка, как пивнушка. Отвечай, я ждал 50 минут в своем, блядь. 50 минут. Я не преувеличиваю. Вон, такой адовый бар. О, туалет здесь вообще на улице. Веселенькое место. Куда-то... Куда-то налево сказал идти. Конечно, прошу прощения за это, но... Тут находится на улице, тут очень холодно. Я понимаю, иностранцев, что они приезжают, например, в Россию и ходят с гораздо лучшим уровнем сервиса и комфорта. По дешману на уровне их цен. Я очень даже понимаю, почему иностранцы любят нашу страну. Реально, тут какая-то залегаловка. Все на улице, холодно, там тесно. Внутри не буду снимать, чтобы не нарушить там ничьи права. Геев там, не знаю, кого еще. Кого мы должны аккуратно защищать. Геев, цветных. Внутри, в общем, не буду ничего снимать. Ну, вот такое место. Музыка. Внутри, в Музыка. Геев. Внутри, где мы في most. Геев. Сейчас я出 & приезжаю в собор. Вход бесплатный, gespannt, как работает. честно говоря нет ничего такого вот что будет я ладно и мимо ехал остался на пару дней погулять немножко посмотреть что город такой очень много пересадок смотришь какой-то полететь надо все пересадка во франкфурте на майне какой-то космический аэропорт здесь блин а частот мост идти там лучше вид да наверно сейчас тут мост пойду если не ошибаюсь какой-то деревьев от мостов и достопримечательность такая что он с киды кривыми углами то все это видеть как он сделан наш ты тоже чем удивить этот ракурс мне кажется лучше все отображает вообще сам город то такое сочетание старины и инноваций старого и но иду такой бы пути не знаю что там мне понравилось это вот н3 фри флот свободный какие-то кусты там вы же знаете там где бесплатно насадки хлебовниками зайти что это я поднялся наверх в общем-то нехорошо делать пойдем дальше почти дошел ну да тут ракурс не поймать не поймать ракурс нормальный все в домах что пришел то собственно потому что он бесплатный он 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 Продолжение следует... 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 Я вышел из музейно-фотографической части Здесь прям буквально немножко пройти сразу опять бизнес-квартал Мне кажется, что здесь один день, если по экскурсии какой-то по туристической части приехать Один день вообще с глазами зал, чтобы посмотреть собор, Ремер, Франкфурт, что еще Я не могу сказать, что, допустим, они были в Дубае, там в Москве небоскребы тоже есть Немножко Майами, Нью-Йорк Вот это не то, что вас удивит 100% То есть, если вы уже там были, то они... Вот в Нью-Йорке ты смотришь, там все вот такое вот высокое Все на тебя давит, там прям вот одни небоскребы, а 10, полтора здания То есть, это сложно считать какой-то туристической достопримечательностью Ой, хорошо, что Ксюша тут не поехала Сейчас было бы то же самое с фотками Ну, правда, Ксюша не так смеется, но ладно Ксюша гораздо более милый смех Прикольный вот зал тоже Внутри прикольный Снаружи не очень Хотя его когда доремонтируют, может быть лучше Хотел взять кофе, но уже не успел Ну и ладно, там есть бестро Внутри уже похожее Вае Красота Номерация вагонов здесь слегка доставляет Она не 1, 2, 3, а тут 22, 25 Мне 32 нужен Я не знаю, как-то с двойки стройки начинается крашивать Не совсем по порядку Здесь удобное место вести Мое место Мое место С等一下 Редактор субтитров это так красиво это просто пипец такой летний вариантик это крис интересная марка слушать она какая-то шведская в самой швеции нет 200 евро на самом деле такую херну за 12 тысяч рублей взять это очень даже сильно блин какие у них интересные дизайны ботега сраная стоила с таким же 1080 на 139 реально недорого для такой вещи смотрю на еще гармошки микросов еще херен и я смотрю мне прям все вещи нравится реально 120 евро среди такого типа не испанская типа фоминга охотительные еще даже марка интересная очень реально интересно современники пиджачочки та же самая фирма но я честно говоря вот мужской почему-то не вот детская есть супер теплая на разные года полички длинные длинная прям писем будет закрывать стоит 300 евро мне кажется он прикольно еще 20 тысяч еще похоже посмотрю вот он так внутри выглядит еще посмотрю на поскольку давай пока вот присматриваемся чете нравится на то что это не только что-то холодно такое теплею на но это тоже не надо минус 0 до минус 10 это гармошкой короче вот такая сумочка вот ладонь она как бы ну вот такая вот носить 200 евро из побольше смотри стоит 239 евро по акции скидочка вот вот димон тебя вот это на таможене ждет будешь выезжать сейчас и будешь выезжать из-за этого бери с собой это и смазку тоже бери там с таможенниками общаться бери-бери пригодится я если бы жил в германию я бы вообще не трезвел это никогда смотри ну будучи не я дел джинни там тоники ладно там ну ладно это не такое интересное дело вот и у твой надо беда ром портвейн тут это все кита виски джека почти нет короче тут нормально замыкнуть вы смотри это все кашемир для кашемисту светочку 120 такие свитера лего жилетки на жилетки мне кажется не надо свитера есть еще такие симпатичные это я не знаю но там . кашемир а это их я знаю да тоже кашемир а вот другая у меня другая подкладка тоже теплый дисплейсочек тоже есть подтянуть но она как будто у меня парка она тяжелая там такая же тяжелая как-то парка я кость попил сейчас пойдет выйду до магазина канаде ангуст и я зашел в магазинчик себе купить ликерчик смотри ты че ты бы и здесь потерялась бы с май йод дом переньон стоит без охраны куча вин ботинки гандка смотри стоило 139 евро очень красиво ну здесь вот вот этаж спустился солдатчики всякие разные Новогодний Дед Мороз за 12 евро, вот такой Дед Мороз за 12 евро, 13 евро, короче 99 евро, я здесь реально куплю вторую сумку, 10 евро наберу на самом деле и все, гномики вот эти солиды, такие прикольные, а вот такой солдатик стоит 15 евро, смотри какой он красивый, он огромный, просто в воду, вообще огромный, вон моя рука, охренеть огромный, мы в России в такой жопе, конечно, живем, стоит хуй знает сколько, качество говно, ты же космонавт, смотри, это Тане подарить надо, слушай, какие сумочки, вот, райфорум такая, логан от райфорум, там какие-то соля, сейчас тоже, давай соля посмотрим, ну вот такая сумочка, 200 евро, короче, все по 200 евро, такой лизачок, ну, а, нет, сумочка, так и просить, слушай, мы конкретно здесь, как бы женские дела, я так понял, уже заканчивается, здесь вот курточная история, но она, как бы, не сильно эротичная, это, вот, 300 евро стоит, вот эта херня супер теплая, она прям, вот эта фирма, Велинс Мэйш Мэхэн, блядь, хуй выгоришь, она прям, пиздата, я все такую же, купила за 300, сейчас пойдем в мужское отдел, ну, это все женское, все женское, смотри, ну, вот этот уже такой, ну, крит, тоже теплый, он такой плотный, короче, это реально теплый, теплый, такой офигенный материал, ну, это такой осенний вариант, я бы сейчас уже не носил бы, короче, не знаю, тут столько курток, просто вот в 10 секунд, да, все куртки, малиновое не вижу ничего, ну, как бы, я вижу вот малиновое, да, но он холодный, он уже, как бы, не поносится, вот такой осенний вариант, теплая фирма, вот эта, Ваншель Мэн, да, либо вот еще такие, вот есть варианты, но они некрасивые, 200 евро, ну, по игрушкам, по игрушкам, ничего интересного, вот эти все супермаррины, честно говоря, так, ничего интересного, там, лего много разных, я пока ничего интересного такого не нашел, Кут Уилл, Сашу, ну, скажу, что и везде. Тут есть и гермайнер, и Баруся Долхунт, Бавария есть, Та, тапочки, не знаю, какой размер, Фанкфор, 37-38 могу взять, Мерасал, как раз, Моточкает, Я нашел, если подарить на Новый Год, вот, смотри, на твоя тема, Я туда вниз пока не пойду, Тут вот такие штуки, это абсолютно все, Больше человеческий рост лимб, И вот это все тогда действует. Смотри, какая-то сумочка для креди, большая, 50 евро, Такая, сколько стоит, не знаю, Тоже, вроде, дорогая, И все, это скидочный объем, Ну, это, конечно, я пойду пока дальше.